Клечо стоим, подшипник ляпнул ступочно И все И колесико грустит Но это не проблема Хорошо, а варенду можно? Да Хорошо, а варенду можно? Субтитры сделал DimaTorzok Поехали Сейчас, секунду, чувак Трек там вроде бы, да? Мир еще идет о треке Да Потом суп Субтитры сделал DimaTorzok Мы когда приехали в Польшу, я много смотрел видосов, конкретно Плотске. Один из перекладок, куча бетона, узко. Играл на симуляторе, между прочим, даже готовился как будто к этому треку. Но когда я подъехал к стадиону, я понял, что все, что я делал, все, что я смотрел, все, о чем я думал, там как-то готовился, выбирал себе давление, даже не видя того, что там происходит. Пошло по пи***е Потому что на самом деле вживую все выглядит абсолютно не так. Но давайте не с этого начнем. Начнем с того, что это обитель зла, скажем так. Если думать о том, что Будмат это родоначальник серии Drift Masters, это компания, которой принадлежит Пётру Вецику и его семье. И Плотск это такое место, без которого не проходит чемпионат Drift Masters, в каком бы году это ни происходило. В этом, в прошлом, в позапрошлом и, наверное, может быть, даже в следующем. Это родина Пётра Вецика. И именно поэтому Плотск это как такой сигнальный огонь, в котором все должны, так сказать, давать жару. Ни одной целой машины там не было никогда. И мне кажется, что в этот раз это будет так же. Пройдясь по сервис-парку перед тренировками даже, я разговаривал с пилотами и понимал, что процентов 20 воспринимает этот трек как трек. 80 же процентов тех, кто на нем уже ездили, думаю, что это ад адский. Потому что, во-первых, это максимально экстремальные условия для любой машины. Минута, минута длится ваш заезд. Кроме этого, после него сразу следует следующий заезд, если это парный. То есть 2 минуты в максимальных нагрузках на трансмиссию, на сцепление, на двигатель, на все охлаждающие системы. Это сложно. Кроме того, что это сложно для машины, для пилота, не дай бог, если жарко. Там еще и нет ветра. То есть дым остается всегда на треке. Выйдя прямо на асфальт и, так сказать, пошурша ногой, я понял, что держака тут многовато. И если раньше я не сильно вдавался в подробности вот этих вот давлений плюс 0,5, минус там пол барчика, там пол-пол барчика, то в этот раз я понял, что вообще тут все настроено на этом, особенно на этом треке. И за всего лишь 3 тренировочных проезда, 3 Карл тренировочных проезда с 11 перекладок, я мало того, что не смог даже запомнить трек. Я не понял, что делать с редукцией. Благо, нам повезло, мы примерно попали в то, что нужно. Но изменяя давление, редукционные наши числа уже не так влияли на скоростные режимы и не соответствовали всегда всем поворотам. А их, сука, 11, а если правильно считать, то, наверное, больше. Грубо говоря, я запомнил только первую дугу, а она же и последняя. В общем, трек сложный. И учитывая, что это ультрамассовое мероприятие, которое по планам организаторов Driftmaster GP должно и, скорее всего, соберет максимальное количество людей за весь сезон. Хотя, возможно, Рига это и переплюнет. В общем, в Польше все оказалось не так уж просто. Вернее, я сказал бы, максимально непросто. Я могу сказать одно. Из всех тех, кто впервые оказались в Плотске, никто не прошел квалификацию. Но разговаривая с теми, даже кому не нравится этот трек, я имею в виду Плотск. Вот, например, тот же Чирба говорит, да, первый раз мне тоже было тяжело, но во второй раз я кайфанул, потому что я приехал сюда уже как домой. Поэтому я рассчитываю на то, что в следующем году мне повезет и, может быть, даже понравится. Пока я не в восторге. Макс, куда мы идем? Мы идем снимать суп дня тематический в Польше, прям по центру трассы Плотки. На стадионе. Это что, плохая затея? Суп дня – это та темка, которую я придумал самостоятельно. Она начиналась из Rockfellow 210, переросла в траву и потом стала, я бы сказал, международной, интернациональной фишечкой. И от нее кайфуют все. Кайфуют пилоты, оргии, зрители. Если честно, у меня есть отдельные фанаты по супу дня, понимаете, которые даже в душе вообще не шарят, что я дрифтер. Кроме этого, это офигенный информационный повод. Я бы даже это назвал данью той стране, в которой происходит гонка. Или в которой я просто нахожусь там с семьей, с женой, с друзьями. Мне кажется, это фишечка. И если я буду придавать фишечку во имя чего-то другого, так же, как наоборот, не знаю, придавать дрифт во имя супа дня, это будет дерьмово. Мне кажется, что идеальный вот такой баланс и формат – это успевать, мочь, так сказать, делать и то, и то одновременно, чтобы одно другому не мешало. Суп дня в Польше был особенным для меня, потому что Польша богата всякими национальными напитками. В моем случае это ингредиенты для супа дня. И именно поэтому, учитывая много ингредиентов, было, что мешать, так сказать, и было, чем припорашивать. Я кайфанул сильно, учитывая, что нас даже выгоняли прямо в центре поля, куда мы зашли без спроса. Но весь Плотска, особенно Петр Вецик, максимально оценили эту активность. И пусть я не пришел к квалификации, у меня хотя бы есть возможность покрывать свои гоночные, профессиональные неудачи удачами в плане суп дня. Я очень рассчитываю на то, что когда-то, может быть, это поменяется. Но лучше, как я говорил до этого, если вы помните, чтобы был баланс. Суп дня будет, никуда вы от него не денетесь. Просто иногда, мне кажется, было бы прикольно делать суп дня в кубке за первое, второе или третье место. Правда? И все, это Кабаносов. За***ись! Субтитры сделал DimaTorzok Питаю один из перекладок просто вот и все не надо просто понять первый поворот из первым поворотом все окей то все окей выйдя с брифинга я такой стою и понимаю что выхода нет и мои сейвовые три проезда ничего если честно не означали они не дали мне понять где грань где я ударюсь бетон где не ударишь я везде ехал узковато как по мне а когда я видел какую-то пустую пустую такую нишу как например круг до посреди трека там где нет бетона с одной стороны я пытался там показать какое мощный это важно вообще-то не потянуть руки чтобы все можно было делать так Субтитры сделал DimaTorzok 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 и я как бы на него вот взвалил все свое внимание и я стартуя прошел его на мой взгляд на 90 процентов максимум что мог и когда я и возвращался обратно у меня был план проехать его на 100 потому что это был финальный поворот моей второй последней квалификации в этот момент подвела к сожалению медуза и как мы выяснили позже это был датчик скорости который к сожалению просто сломался и мозг как вы знаете у нас джем performance мозги и только они на данный момент могут обслуживать мотор lt4 и для того чтобы он понимал что я не стою на месте ему нужно хотя бы какой-то сигнал о том что медуза в движении любой скоростной режим этот датчик сломался и мозг не понимал что происходит и сбивал мне отсечку и когда я выходил на те обороты на которых я могу проехать эту финальную дугу и заработать свои 75-85 заслуженных баллов как потом не сообщили судьи он подвел отсечка вырубилась и просто закрыла полностью дроссель и я подравнялся не доехал до конца как планировал 57 баллов да но если честно выглядело это лучше чем 57 вот из-за последней дуги так последнюю дугу ты ехал нормально выключилась я на секунду забываю всегда из-за чего это происходит и нас я нажал с опозданием на газ но вернее я при отпустил нажал а его надо полностью опять вырубилась на 2 но это такое и она на это не повлияло на но внутри мне было отвратительно это ехать пришел тот момент впервые я не пришел в жизни впервые не пришел квалификацию и расстроили я очень готов ли я оправдываться нет если вы спросите сделали все возможное да сделал то есть получается я не до конца готов к такой трассе не знаю к такому количеству перекладок такому заданию я не готов ремарочка еще последняя медуза всего лишь на 2 метра короче по своей длине чем ширина трека я не расстраиваюсь следующий этап в риге и я думаю что там нам с медузой удастся занять более высокую позицию квалификации и валить так сказать на все бабки очень на это рассчитываю а всем кто болел за меня здесь в плотске пускай в день квалификации не дождался парных спасибо все кто переживал за меня онлайн прямых трансляциях у меня в мессенджерах спасибо но 5 я сделал все что мог реально и даже учитывая техническую технический момент по медузе да если бы его не произошло я доехал дугу до конца тот результат меня все но бы не устроил короче мне не мне не повезло я просто лошадок очень-очень жаль что я не пошел квалификацию наверное это но не наверное это было первый раз в моей жизни особенно когда ты 33 мать его и тебе совсем там чуть-чуть не хватает это сильно расстраивает и я выбрал для себя другую тактику я решил не обращать на это внимание и ворваться в движ максимально то есть Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте прогуляемся, чисто по чуть-чуть посмотрим, где какие пилоты, кто на чем едет и откуда приехал. Вот, например, пилот из Румынии, Калин Сортейн, если что. Это команда Дрифтворс и Мартин Ричардс. Что же произошло с Бакси, который приехал к нам из Англии? Он сильно у**лся на постановке, хотя при этом прошел топ-32. Это, кстати, Мэтт Картер, который тоже ездит на три эйсе и, между прочим, тоже из Англии. Он сегодня прошел топ-32, но сильно побился и у него не получилось сделать все до конца. Майкл Рейхард, с которым мы тренировались во Франции очень много. Хороший пилот, тоже на БМВ, она тоже тяжелая, тоже длинная. Но сегодня он тоже в хлам раз**ался. Знаете почему? Потому что, как говорит Бакси, факин плот. За кого мы болели во Франции? Во Франции мы болели за братьев Шанаханов. И вот, насколько я понимаю, я не следил за топ-32. Старший Джек Шанахан не прошел в топ-16, насколько я понимаю. Это его джетиха. Это команда из Ирландии. Это Кевин Квин и Дуэйн МакКивер, который уже выиграл два этапа. Это Австрия и Франция. Сегодня у него лег мотор, но он все-таки прошел в топ-16. И, как видите, его машины нет, значит, она уже там. Звезда Плотска всегда был и будет, это Адам Залевский, который раньше ездил на тридцатке, и у него очень неплохо получалось. В этот же раз он столкнулся с серьезными сложностями. Они очень долго собирали эту джетиху конкретно под Плотск. Toyota GT86 with 850 horsepower, 1000 ньютонометров. У него сломался двигатель, они настраивали как-то ночью. Короче, он очень устал. Это самый молодой дрифтер, Drift Masters, очень перспективный. И он должен был здесь отыметь всех, но не вышло. Он проиграл Павлу трели в топ-32. В этой же движухе вместе с Адамом Залевским, потому что они едут на The Stina RS, находится и Роман Колесар из Словакии. Очень перспективный пилот и давно в этой теме. Но он, как всегда, пытается сохранить свою тачку. Не понимаю, почему. И иногда мне казалось, особенно вчера, что я чуть-чуть на него похож. Хотя тачку я не сохранял, я вам клянусь. Себастьян Фонтейн, достаточно молодой. Я катался с ним во Франции. Он очень агрессивный и, как видите, тоже ездит на BMW и на триейсе. Ахмат Дахам побил всю тачку со всех сторон. Насколько я помню, он из Иордании. Но при этом он едет все восточные движения. Это не бутыл, я свернусь. Это нормально. Посмотрите просто сюда. Видите этот трэш? Я не знаю, как его это передать словами. Наверное, поэтому похер на 11 перекладок, честно. Это выглядит просто осом, сука. Amazing, motherfucker. На самом деле, мне казалось, что проехать эту трассу качественно и в паре, даже глядя на заезды в прошлом году, финальные заезды Конора Шанахана и Джеймса Дина, как малой прессовал Джеймса Дина. Правда, в маленьких углах. Это все равно сложно. Постоянно на тормозе, выискивая каждую лазейку для того, чтобы подобраться. Все равно это не выглядело, как настоящий такой парный дрифт. Хотя это очень сложно, поверьте мне, максимально сложно в Плоцке. И технично. Конор красавчик. В этот раз ему, правда, не повезло. Его не допустили, кстати, из-за выхлопа. Он выехал на старт на полностью рабочей тачке. Абсолютно. Но офицер старта Марчин обратил внимание, что выхлоп на земле. Автоматический проигрыш. Автоматический, чуваки. Но не об этом. Мы сейчас стоим вроде бы по центру. И вот тут Грегош Хипки, Микель Овергард, Хаскасаб из Греции. А также Куба Пшигонский. И кто же это? Трелло Моторспорт. А, Трелло, а там выше стоит Василя Ускас. И обратите внимание, никого здесь нет. Они готовятся к топ-16. Юха Ринтонен. Охреневший пилот, который три года подряд пытался покорить формулу дрифт в Америке. Конечно же, мы находимся в Польше. А значит, тут будет очень много поляков. Учитывая, что на каждом этапе Дрифт Мастерс допускает несколько Wild Cards. Это типа местные каких-то, да? Или тех, кого хотелось бы от этой страны представить. Поэтому очень много поляков принимают участие в этом ивенте. Wild Card это такие пилоты, как Павел Трелло, Павел Барковский, Куба Пшигонский, которого я показывал вам. И Петр Вецик тоже считается Wild Card. Потому что он не едет в Дрифт Мастерс полностью. Он является неким консультантом. Понимаете, о чем я говорю? То есть он, если нам что-то не нравится как пилота, мы подходим к Пете и говорим, Петр, что за нахер? Раз, а дерьмо! Или там, давайте заберем последний поворот, как было в Австрии. И он помогает донести организаторам эту информацию с точки зрения пилота. Кстати, это Романовский. Все, что заканчивается на ски, это поляки, чтобы вы просто знали. Вот тот же Грегорш Хипкий. Грегорш Хипкий, да. Который мне очень нравится. Он, кстати, едет на LSX на атмосферном двигателе. И при этом вообще не уступает турбомашинам. Вот наш друг, с которым мы стоим рядом в сервис-парке. Это Тор Арны Квие. Кстати, он помог, вернее не так, додавил до конца, чтобы мы в Медузе перешли на механический усилитель руля. Это Бенедиктос Чирба из Литвы. Выигрывал очень много ивентов. Кстати, мы его приглашали на UDC 2019. И он там обязательно будет. Хотя, наверное, когда вы будете смотреть этот видос, UDC уже пройдет и вы кайфанете от его езды. Ход Пит Эрия, начиная с ТОП-16. Все приезжают сюда. Прямо на выезд. Давай, развернем, покажем. Все приезжают сюда. Это же стадион, трасса не сильно закольцованная. Вообще не закольцованная. И когда финишируют одни, только выезжают другие. Должно быть все максимально слаженно. И поэтому все технические трудности пилоты и механики должны решать здесь. А не валить в сервис-парк, откуда мы только что с вами пришли. Бартуш Столярский. Насколько я помню, там стоит LS2. И он прошел в ТОП-16. Это тоже один из вайлд-кардов. Очень немаловажно для всех. Я кайфовал, когда увидел эту машину. Петр Вецек привез тачку со штатов, на которой он там валил в формуле Дрифт. Это, конечно, была третья запасная машина. Но она того стоит. Когда ты, грубо говоря, видишь легенду где-то у себя рядом, в Европе, в Польше, это максимально жирно. Потому что это формула Дрифт-кар. Это формула Дрифт-кар? Формула Дрифт-кар! 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 Кстати, очень странно, что в этом году Джеймс Дин для этой трассы выбрал и BMW, которая подготовила ему HGK вместе с Кристенсом и Харрисом. Он понял, что на BMW ему здесь будет сложно. И я это понял, но слишком поздно. И это гонку в плотке. Он едет на своей F14, которая привык как яйца к члену. Понимаете, блин? Серьезно. Я вообще считаю, что вот эти три тачки на S-C это топ этого ивента. Каркошик! Пилот, который раньше ездил под спонсорством BUDMAT и максимально был в теме командном вместе с Пётром Венциком. Но потом что-то пошло не так. И он продал свой чемпионат Дрифтмастерс. Это такой инсайт. И теперь всем этим рулит Пётр Венцик и его окружение. Мне казалось, что парный качественный дрифт на этой трассе невозможен. Но когда я увидел, как начиная с топ, наверное, 16, месили мясники, простите за тавтологию. И, наверное, каждый проезд, даже проезд тех дрифтеров, от которых я этого не ожидал, вызывал у меня бурю эмоций. Я находился на трибуне. Трибуна – это отдельный разговор. Это десяток, минимум десяток тысяч людей просто. Это нереальные эмоции. Это огни, которые взрывали каждый поворот. Это дымовые шашки. Это света, если можно сказать, музыка. Но вы понимаете, о чем я, да? Все правильно посвятили. Куча людей. Заводящий такой, правда, который говорил по-польски, но ведущий разрывал на мясо всех. Все, 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 все! Находясь на трибуне, в угнетённом состоянии, и никто тут не проедет так, как надо, я охренел. И просто закрыл рот. Я представил, что я такой же зритель, как и эти десять тысяч, а может и больше людей, сидел и просто болел. Знаете, как в футболе постоянно за слабого. Бля, иногда мои пророчества сбывались. Не было ни одной целой тачки в этот день на стадионе в Плотске, потому что все хотели показать максимум. Мне кажется, что если бы я прошел квалификацию и выехал туда, в этот стадион, в топ-16 или в топ-32, когда угодно, мне кажется, что я был бы готов оставить там медузу на бетоне. Отвечаю, настолько офигевшая там была атмосфера. А теперь просто на секунду посмотрите, сколько там зрителей. Мне очень жаль, что я не смог добиться этого результата и сегодня выезжать в десятитысячную толпу прямо вот в этот выезд. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Тот человек, который не едет постоянно какую-то серию, он едет выборочно какие-то мероприятия, но конкретно в Плотске он заставил дрожать коленки даже самому высокому дрифтеру Дрифтмастерс, он же Джеймс Дин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...